Работаем с министерством в этом формате и надеялись, что когда мы вступим в реестр поставщиков социальных услуг, то будет огромное финансовое плечо для нашей организации, что мы перестанем постоянно писать эти гранты, искать какие-то новые проекты. И с этой надеждой мы как бы одни из первых в Сыдловской области вошли в реестр поставщиков социальных услуг и решили оказывать такие услуги взрослым людям с инвалидностью. И вот некоторые проблемы, с которыми мы столкнулись, я бы хотел их озвучить и наши предложения, потому что мы с министерством работаем очень долго, очень много сделали крутых проектов, первый конгресс всемирный, например, единственный сейчас в Сыдловской области проект по сопровождаемому проживанию, о котором сейчас очень много пишут федеральные СМИ. Первое, с чем мы столкнулись, то есть именно касаемо взрослых людей с инвалидностью, я объясню по количеству, у нас сейчас от 40 до 68 человек постоянно приходят в организацию, плюс к этому еще 10-15 школьников из коллекционных школ и специализированных приезжают к нам на занятия, то есть по профориентации, то есть работают в питательском мастерстве. Для того, чтобы подтвердить статус человека, которому нужна эта услуга, приходится собирать финансовые справки с каждого члена семьи, и это зачастую просто физически невозможно, потому что у наших ребят уже очень старенькие родители, это 70-80 лет, то есть ты когда к ним обращаешься, что от вас нужна справка, ежемесячно к первому числу, и это каждый месяц с каждого человека, то есть если человек, например, в отпуске, даже куда-то уехал на дачу, то есть это невозможно, и некоторые семьи, например, неблагополучные, то есть не живут вместе, отец живет в другом городе, мать живет в другом городе, то есть, ну, это, то есть физически невозможное требование, которое невозможно угонить. Насколько мне известно, у акционов есть доступ сразу получать эти справки напрямую, то есть первое предложение, да, вот как-то упростить, вот именно вот это, получение документов, либо предоставление НКО от таких документов. Ну, второе, это, конечно, очень долго рассматриваются отчеты, бывает там до трех месяцев. Конечно, и у нас есть ошибки, когда мы их заполняем, но это, ну, конечно, это наши ошибки, и мы постоянно с этим работаем. Например, на благом деле опробовали вот этот комплекс электронного документа оборота, мы работали в течение там нескольких месяцев, но сейчас невозможно за него платить, потому что он стоит около 30 тысяч в месяц. Да, получаем мы, например, сумму за детей, 70 тысяч в месяц, например, за 10 человек, да, то есть из них 30 должны заплатить за программу, 20 тысяч должны заплатить специалисту, который с этим работает. И все. У нас, честно, угрозилась три месяца назад девушка, которая занималась этими услугами, потому что просто не выдержала постоянно этот шартовый подсчеток. Вот. Но, несмотря на это, мы все равно верим в том, что эти услуги заработают. И стараемся постоянно улучшать свои компетенции, то есть обучаем специалистов. Буквально сегодня я тоже был в министерстве, мы договаривались о том, что наш сотрудник приедет и будет, ну, прям, обучаться, как правильно заполнять подсчетность, там, ну, и скажет, например, разделами. Вот. То же самое касается тарифов. Например, вот, благодаря тому, что мы сейчас внедрили проект по сопровожданию проживания, и все чаще открываются у нас мастерские, например, открытый город, ассоциации особые люди. То есть требуется внедрить тарифы по, именно, по сопровожданию трудоустройству и по постинтернатному сопровождению. Например, у нас сейчас две девчонки из ПНИ живут в Верхневенске, самостоятельно снимают квартиру, и мы им помогаем, то есть наш специалист постоянно с ними работает. И на это, как бы, Юлия Яршевская, если кто ее знает, вот, она ищет это средство просто с идеей. То есть мы стараемся тоже. А могли бы, по идее, вот, если бы был такой комплекс услуг, то есть сопровождать уже более профессионально, и может, еще больше будет людям, пытались помогать им не выходить на такое самостоятельное проживание. Вот, ну, то есть услуги по постинтернатному сопровождению, да, ну, по тарифам, да, конечно, тоже наша боль, что они не соответствуют сейчас вообще там среднеценовой категории и вообще по услугам, если ты даже любую сиделку пытаешься менять, то есть она тебе звучит там сумму, которая, ну, никак с этим, да, не бьется. И очень понравилось вот предложение, так, Леонида Валентиновича о тарифах, вот именно почасовых, потому что, да, это действительно, у нас полностью комплекс услуг идет в организации, творчество, и тут же ребята учатся готовить и убирать за собой, то есть и работают в мастерских. И как-то вот сидеть, с секундомером все это замерять, это как бы, ну, получается, что, ну, это, я как бы сам экономист по образованию, это у нас нормирование называлось, когда с секундомером ходишь, каждую операцию сделаешь. Ну, и мы одни из первых, кто вступил в реестр исполнителей общественно-полезных услуг, вот, и мы уже целый год состоим в этом реестре, ну, не совсем понимаем, как он работает, и есть такое же предложение, согласно, вот, потому что, как бы, этот реестр подразумевает, что твоя услуга действительно подтверждена, что она нужна обществу. И вот, есть такое предложение, что для тех организаций, кто вошел в этот реестр, перейти от возмещения именно к субсидированию, к квартальному на возмещение таких услуг. Ну, есть такие предложения, и мы, конечно, продолжим работать, потому что, думаю, будущее все равно за этим, потому что многие НКО сейчас все равно задумываются о систематичной какой-то работе, и поддержке системы организма. Спасибо.